Продолжаем чтение книги «Слова подвижнические» преподобного Истакой Сирии с Духовной Сокровищницей. Мы читаем с вами 67-е слово. Нередко ино не знайдёт путём, где есть лютый зверь или убийца, или что-нибудь подобное. Вот общий промысел Божий состоит в том, что он спасает его от такового вреда. Или пока не пройдёт лютый зверь, чем-нибудь замедляет шествие путника или встречается, ему кто-нибудь и заставляет уклониться от пути. И ещё, иногда лютый змей лежит на пути и невидим. Но Бог, хотя предать человека такому искушению, делает, что змей начинает вдруг шипеть и трогаться с места или ползти впереди путника. И он, увидев это, остерегается и спасается от змея. Хотя и недостроен этот человек по тайным грехам, известным ему одному, однако же Бог отводит его от беды, помилости своей. Ещё случается нередко, что падает дом или стена или камень, шумом поддвигшись в место сего, а там сидят иные, и Бог, человеколюбиво повелевает ангелу остановить и удерживать от падения места сие, пока не встанут сидящие там или пока чем-нибудь не отведёт их. Так что никого не останется на месте. Едва отойдут, они немедленно попускают упасть. А если и случится, что оно и будет застегнут, делает, что не терпит он никакого вреда. Ибо Сим хочет показать бесконечное величие силы в своей. Всё это подобное этому есть дело Божьего промысла, общего. И на всё простирающегося праведник же имеет над собой неотлучное промышление. Ибо прочим людям Бог повелел по рассудку распоряжаться делами своими и с Божьим промышлением соединять и своё ведение. Праведник же не имеет нужды всем ведении для распоряжения делами своими, потому что вместо ведения сего стяжал веру, которую, не излагая от всякого изношения, взимаешься на разум Божий. 2 Коринфянам 10 глава 5 стих. И ничего, здесь перечислено выше, не устрашится, как написано. «Праведный Акулев, уповая, смел, на всё дерзая веру, не потому что искушает он Господа, но потому что на него взирает и как бы вооружён и облечён силой Святого Духа. И так как его постоянное попечение о Боге, то и Бог говорит о нём. С ним есть в скорби. Изму его и прославлю его, долготой дней исполню его и явлю ему спасение мое». Псалом 15-16 стих. «Расслабленный и ленивый к делу его, не может иметь такой надежды, но кто во всём и всегда пребывает в Боге, к нему приближается добротой в дел своих, взор сердца своего, непрестанно устремляет к благодати его, тот может сказать о себе, что сказал Божественный Давид, «И исчезости, очи мои!» «От еже уповати ми на Бога моего!» 68 Псалом 4 стих. Ему подават слава, честь и поклонение вовеки. Аминь.